Добрый день, мои маленькие друзья! А что это значит? Значит, день был по-доброму начат, значит, день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни. Вот таким замечательным стихотворением мне захотелось начать сегодня урок. А знаете почему? Правильно, потому что сегодня мы с вами, ребята, поговорим о доброте. И тема нашего урока — добротой себя изберь. А что такое доброта? Что вы себе представляете, когда слышите это слово? Я тоже думаю так, что доброта — это отзывчивость, это стремление совершать добрые поступки, это любовь к людям и желание помочь им. Это ласка, это тепло, это жизнь, это мама, это улыбка. Сегодня на уроке мы познакомимся с замечательной казахской пословицей. Она и будет цитатой нашего урока. От доброго человека, как и от доброго дела, всем польза. Как вы думаете, какую пользу может принести добрый человек? А почему от доброго человека всем польза? Какие добрые поступки совершаете вы? Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с рассказом «Добротой себя измерь». Это удивительная история о мальчике, который исправил свою ошибку очень большим добрым поступком. Давайте скорее познакомимся с ним. В то утро Караш, гуляя во дворе, нашел рогатку. Он решил опробовать ее, бездомно стреляя в разные стороны. И вдруг прямо под ноги ему упал трепешущий живой комочек. Караш испугался. Комочек оказался молодым скворцом. Птенец захлопал крылышками, взлетел, но снова упал. Караш увидел, что у скворца перебита лапка. В глазах мальчика заблестели слезы. Караш бережно поднял с земли подбитого птенца и отнес домой. Дома он осторожно выправил сломанную лапку, обернул ее плотной бумагой и перевязал мягкой тряпочкой. Потом разыскал в сарае старую клетку и посадил в нее скворца. Поставил в клетку блюдечко с водой, смастерил из дощечек кормушку. Но птенец неподвижно лежал на боку в углу клетки и испуганно смотрел на мальчика. Караш наловил для птенца жучков, накопал дождевых червей. Но бедный скворец ни к чему не притрагивался, ни к воде, ни к пище. Потом он проголодался и стал понемногу есть, лежа на боку. Шли дни. Караш не забывал ухаживать за больным скворцом. Птенец стал постепенно поправляться. Он уже ходил, прихрамывая по клетке. Услыхав голоса скворцов, сидевших во дворе на ветках березы. Птенец отвечал им писком. Потом он подходил к дверце клетки, трогал ее клювом, словно хотел выбраться на свободу. Караш увидел это однажды и решил, что пора выпустить пленника на свободу. Мальчик развязал птице подбитую лапку и посмотрел, как он теперь ходит. Птенец хромал, почти незаметно. Тогда мальчик вынес его во двор, где голдела стая кварцов. Мальчик раскрыл ладони. Птенец неумело взмахнул крыльями и полетел, но тут же вернулся. Караш замахал на него руками и закричал, лети, лети, мой хороший, лети к своим братьям и сестрам, ты уже здоров. Птенец словно понял его и полетел к стае. Но на следующее утро хромоножка прилетел под окно караша. Мальчик очень обрадовался ему и насыпал на землю перед окном зерна и хлебных крошек. Скворушка поклевал и улетел. А потом, каждое утро, он прилетал к мальчику, и тот кормил его. Наступила осень. Задули холодные ветры. Птицы стали собираться в дальнюю дорогу, в жаркие страны. Собрались улетать и скворцы. И скоро потянулись они стая за стаей. Однажды хромой скворец, как всегда, прилетел под окно караша. Склевал зерна, но улетать не спешил. День стоял холодный, поэтому окно было закрыто. И караш наблюдал за своим питомцем через стекло. Скворушка поглядел на мальчика своим черным блестящим глазом. И вдруг взлетел и застучал клювом в раму. Караш понял, что его питомец прилетел проститься. «Прощай, мой друг!» — воскликнул караш. «Не сердись на меня, прощай! Нет, до свидания, до будущей теплой весны! Счастливого пути! Весной я построю тебе скворечник, и ты прилетишь в собственный дом!» Вот таким оказался наш герой. Давайте вместе поразмышляем над вопросами к нашему рассказу. Как вы думаете, что почувствовал караш, увидев скворца с перебитой лапкой? Как мальчик ухаживал за скворцом? Мы можем измерить поступок караша добротой. Какие добрые дела совершаете вы? Попробуйте себя измерить добротой. Согласитесь, совершать добрые поступки — это приносить пользу окружающим, делать людей, себя и даже животных счастливыми. А сейчас я предлагаю вам заняться творческой деятельностью. Сегодня у нас два интересных задания. Ребята, знаете ли вы пословицы о доброте? Попробуйте собрать пословицы и объяснить их значение. Прочитайте начало пословиц, найдите окончание каждой из них. Какие пословицы у вас получились? О чем эти пословицы? Мы много сегодня говорили о доброте и добрых поступках. Познакомились с добрым мальчиком Карашем. А вы часто встречаетесь с добрыми людьми. Какого человека вы считаете добрым? Нарисуйте портрет доброго человека. Путь о доброте нелегкий. Долгий путь, на котором человека ожидают взлеты и падения, чередуется добро и зло. Стать по-настоящему добрым человеком трудно. Нужно постоянно останавливаться и размышлять о своих совершенных поступках. Помните! Добрые слова — корни, добрые мысли — цветы, добрые дела — плоды, а добрые сердца — сады. Заботьтесь о своем саде и не позволяйте ему зарастать сорняками. Наполняйте его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами. До новых встреч на уроках самопознания. Субтитры создавал DimaTorzok